Добрый вечер, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Сегодня перед Самарской областью стоят серьезные задачи по обеспечению социально-экономическому развитию регион и общества в целом. Наиболее остро стоят вопросы социального характера. Это в первую очередь вопрос увеличения зарплат, пенсий, пособий, обеспечения гарантии сверхобразования, здравоохранения, решения жилищно-бытовых проблем и многих других. А вот каких проблемах в основном приходится разбираться депутатам Самарской губернской думы? Что удалось сделать, какие законы приняты, а какие законодательные инициативы наиболее ожидаемы в ближайшее время? О принятых законах, внесенных проектах, обсуждаемых проблемах, вопросах. Вот обо всем, об этом я сегодня буду говорить с депутатом Самарской губернской думы 5-го созыва, ректором Самарского государственного медицинского университета, академиком РАН, почетным гражданином Самарской области Геннадием Петровичем Котельниковым. Добрый вечер, Геннадий Петрович. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, товарищи. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Это означает, что по телефону 202-11-22 вы можете задать свои вопросы сегодня моему уважаемому гостю. Дозванивайтесь, пожалуйста, Геннадий Петрович. Но предлагаю начать разговор. Если можно уже сейчас говорить об итогах работы, предлагаю это сделать. Пять лет достаточно, большой период, согласитесь. Так вот, что удалось сделать и какую бы вы лично оценку дали работе в Уверской думе 5-го созыва? Ну, цифра 5. Бывшие пятилетки наши в советское время, значит, она действительно такая хорошая цифра. То есть, оценка для студентов вообще отличная. Для работы Губернской думы, если бы это был первый созыв, допустим, наверное, еще трудно как-то сказать, что ж мы сделали, как мы продвинулись вперед в решении каких-то вопросов. Самый главный вопрос – целевая установка любой организации. Я не могу сказать, что это общественная организация, это настоящая юридическая структура, но люди, которые работают в Думе, это люди, которых избрал народ персонально каждого. Пятьдесят человек, пятьдесят депутатов. И за пять лет вот что мы сделали? Ну, во-первых, это созыв уже далеко не первый. То есть, мы как бы движение вперед. И сейчас я могу сказать, что вот Губернскую думу я помню 10 лет назад и 15 лет назад, и работал с ней. Но в решении вопросов, особенно законодательства, Дума продвинулась значительно вперед. Ведь вот любой закон, который принимается Думой сейчас с Губернской, он чем отличается? Ведь есть федеральные законы. Дума региональная должна принимать те законы, которые оптимизируют, улучшают, продвигают вперед ситуацию. В любом направлении, я имею в виду вперед, но в любом из направлений жизни человека. То есть, это могут быть продукты питания, это село, это промышленность, это социальные вопросы. То есть, решать и ставить вот эти законы таким образом, что они были во благо человека, работали для человека. Вот в этом смысл любой Думы региональной. И Дума наша, Губернская Дума, с моей точки зрения, я убедился в этом, успешно с этим справляется. Вообще, я должен сказать, что наша Дума Губернская считается одной из лучших Дум в Российской Федерации вообще, по всем показателям. По количеству законов и законопроектов. Хотя я не сторонник вообще, вот считать, когда пишут там депутат, он выдвинул там вот столько законодательных инициатив. Дорогие друзья, ну есть же одна законодательная инициатива, которую он решил за пять лет, и ее вполне достаточно. Поэтому так вот оценивать один пять, другой двадцать пять, наверное, не надо. Но могу сказать только одно, что очень много законов принят за это время. И самое главное, я скажу, что именно за это время мы приняли два закона, российских законов, и мы над ними очень много работали, которые существенным образом влияют на ситуацию в стране вообще. Это социальная направленность, это закон об образовании и закон о здравоохранении, который касается практически любого гражданина, не только Самарской области, но и Российской Федерации. Ведь, ну, все мы ходим под Богом, и заболеть может каждый. Родственники, друзья, соседи, понимаете, хотим мы, то ли не хотим, но все мы связаны с медициной. Это первая особенность. Ну и с образованием. Все мы учились, или учимся, или будем учиться, понимаете? И учились на всех уровнях. Это детский сад, это ясли, это школа, это среднеучебное заведение профессиональное, это высшеучебное заведение, после дипломной подготовки, аспирантура, магистратура и так дальше. И есть такое красивое выражение, что образование, это вообще, это древо жизни. Вот настолько, насколько хорошо система образования выстроена в стране, настолько хорошо она продвигается вперед, понимаете? Елизавет Петрович, да, мы обязательно об этом законе остановимся более подробно, но я вот знаю, что лично вы занимались решением такой проблемы, как отсутствие мест в детских садах. И примеров для этого, я думаю, много. Расскажите. Ну, так случилось, после 91-го года, когда распался Советский Союз, страна распалась, и рождаемость резко снизилась в стране. По целому, ряда объективных причин. Это и материальная ситуация, это бесперспективность, неуверенность в завтрашнем дне, то есть детей стали рожать меньше, объективно. И вот на этом фоне, понимаете, это решение сиюминутных задач. Высвободить детские сады, их продавать стали налево, направо, и передали в одну организацию, в другую, в государство, в негосударство. Но в итоге, когда речь зашла о том, что мы теряем, самое главное, мы теряем количество людей, проживающих у нас в стране, ведь у нас было в Советском Союзе 282 миллиона, сейчас у нас 143, там, 60, примерно, называется такая цифра. То есть в два раза меньше стало, но меньше стало из-за того, что меньше стали рожать. И слава богу, вот мне сейчас, вот мне так кажется, что самый главный показатель в стране, что ситуация стабилизировалась, что она стала лучше, это начали рожать детей. Понимаете, появились матери, у которых не только два ребенка, но и три ребенка. Ну, про трех детей вот 10-15 лет назад вообще было непривычно слышать. И у нас в Самарской области было очень большое количество, большая нехватка мест в детских садах. Это количество выросло в тысячи людей, очередность. И рожать, а дальше-то человеку надо работать, надо развиваться дальше, а ребенку девать некуда. И вот в 19-м году, когда президент издал указ о вот этой ситуации, мы к 16-му году должны были ликвидировать очередь в детские сады. Мы ее ликвидировали. Только на заводную цифру, в 19-й год у нас очередность была несколько тысяч человек, сейчас мы к концу 16-го года выходим в ноль. То есть у нас решены эти вопросы. Построены новые детские сады, часть их забрали обратно, часть отремонтировали. И эта задача, особенно с приходом Николая Ивановича Меркушкина, решалась очень интенсивно, очень оперативно. И мы действительно, наш комитет, который я возглавляю, образовали науке, этому заделал очень много внимания. Спасибо большое за работу, ну и за ответ, конечно. А слушаем звонок. Алло, добрый вечер, вы в прямом эфире? Слушаем. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Геннадий Петрович. Геннадий Петрович, это и на нем беспокоит ваш Анатолий Петрович. Я хотел узнать, как у нас в области трансплантации органов проблемы решаются? Я понял, понял. Анатолий Петрович, я рад вас слышать. Значит, я хочу сказать следующее, что вообще трансплантология, пересадка органов и тканей, это очень перспективное, очень высокотехнологичное, очень дорогостоящее, естественно, направление. Его здесь можно считать, что это один из вариантов лечения, потому что мы заменяем органы изношенные или что-то с ним случилось. И вот теперь уже 11 лет тому назад, еще был при губернаторе Цитовой, мы открыли у нас в клиниках университета отделение трансплантации органов и тканей. И на сегодняшний день у нас пересажено примерно 340 почек, это очень большое количество, это больше, чем Московский научно-исследовательский институт, некоторые делают. И эти почки пересаживаются в эту систему, задействованы целый ряд учреждений лечебных, как у нас в Самарской области, так мы работаем с Москвой. У нас был недавно директор института трансплантологии Мишумакова, академик Готье, и мы с ними заключили договор. Мы сейчас на пути, вот уже, так скажем, на реальном пути к пересадке печени, к пересадке поджелудочной железы. Сейчас мы ведем ремонт в этом отделении, расширяем его, закупаем новое оборудование, поменяли руководство, и там хирурги с точки зрения техники подготовлены очень высоко, очень высоко. И то, что мы добились вот таких успехов в пересадке почки, это наиболее такой часто поражаемый орган, это очень здорово. Но хочу сказать, что, к сожалению, сейчас проблемы есть экономического характера, финансово, но мы это будем настойчиво реализовать и развивать дальше. Продолжаем беседу. Геннадий Петрович, какую еще помощь вы, как депутата, оказывается населению? И согласитесь, очень важна именно адресная помощь. Значит, я, честно говоря, не очень, так я не могу сказать, что я не представляю работу депутата, но я не знал, что депутат должен там энное количество времени проводить на личных приемах, и оказалось, что за этот промежуток времени я лично принял 3363 человека. Это очень много людей. Ну, люди, другое дело, что они знают, допустим, меня, что я врач, идут больше там по медицинским проблемам, по образованию. Ну, и по коммунальным вопросам, и по жилью, и по другим вопросам. Очень много людей. И я старался всем помочь. Вот как раз вот по поводу пересадки суставом и одной из женщин, там параллельно заболевание было, СПИД очень тяжелый. Я ее в три лечебных учреждения страны самых развитых посылал. В Москву, в Санкт-Петербург, потом в Нижний Новгород. И в Саратове взялись за эту операцию, и в очередной раз ей удалось помочь. Я, честно говоря, так вот устроен сам по себе, что я стараюсь помочь каждому человеку вот в той ситуации, в какой я могу помочь, во-первых, в каком направлении, и в той ситуации, которая необходима вот этому человеку. Спасибо. Ну, как мы уже сказали, вы являетесь председателем Комитета по образованию и науке, член Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Расскажите, пожалуйста, Геннадий Петрович, о вашей законотворческой деятельности. Ну, законотворческой деятельности, вот я сказал, что самый главный закон, который мы приняли, вот закон об образовании, мы внесли 90, прошу прощения, 123 предложения от Самарской губернской думы. Это то, что разрабатывал наш комитет, и автором которых, ну, на три четверти был в том числе я лично. Вот из них 70 вот поправок в закон, они прошли. Это очень высокие показатели, мы были очень довольны. Хотя к любому закону, понимается, как к одежде, как к чему-то, ты поносил год, и вот что-то там происходит. Так как к закону поправки нужны, это самая главная поправка. Ну, и, конечно, я должен сказать, что мы много очень законов, вот, по дополнительному, профессиональному образованию, приняли наших самарских региональных, в том числе и сегодня на заседании Думы. Сегодня была Дума, и вот мы приняли те законы, которые необходимы нашей Самарской губернии. В этом плане увеличение зарплаты преподавателям, доведение зарплаты преподавателей при дополнительном образовании, зарплаты учителей в школах там и так дальше. Много законов. В том числе и личные ваши инициативы? В том числе и личные, конечно, в том числе и личные инициативы. Их было несколько десятков, они все прошли, все приняты. Ну, вот, согласитесь вы со мной или нет, Геннадий Петрович, со стороны может показаться, что работа депутата – это прийти, на заседании Думы поднять какой-то острый вопрос, но ведь это далеко не так. Вот если вы лично, Геннадий Петрович Котельников, хотите решить проблему, что вы делаете? Ну, я согласен с вами, что есть такая позиция, что люди пришли, посидели, разошлись там и так дальше. Я должен сказать, что я вот в Думе оказался не по собственному желанию, что я хотел, я подавал заявление, меня пригласил губернатор, бывший губернатор тогда Владимир Владимирович, и сказал, Геннадий Петрович, «Надо, я вас прошу, личная ситуация такая». Я ее понял. И, конечно, работы там в Думе очень много, допустим, в нашем комитете. У нас есть комиссия по образованию, комиссия по науке. Это очень много людей, привлеченных извне. С ними проводят встречи, совещания. Вот мы провели заседание комиссии этих 58, вот за эти 400 небольших годов, 58 заседаний только комиссии. Принято очень много решений, их 300 примерно решений, которые находятся на контроле. И я очень стараюсь, чтобы эти решения вот доводились, вот воплощены в жизнь были. Ведь вот вы понимаете, вы чувствуете, какая ситуация была с объединением вузов. Есть всегда люди, которым хочется вот что-то сказать, что это плохо, это не надо, но и жизнь-то показывает. Это тренд не только российский, не только самарский. Это мировой тренд укропнения вузов. Крупнее вуз, крупнее возможности в науке, крупнее возможности диссертационного совета, больше возможности у студентов. Мы должны повысить качество выпускника. Это наша самая главная цель и задача, что сейчас вот у нас успешно делается. Ведь наш аэрокосмический университет, теперь объединенный с классическим университетом, теперь к нему присоединяется уже и плановоэкономический университет. Он вышел с третьей позиции на вторую и получил вот сейчас материальную поддержку. Он получал до этого 150 миллионов рублей в год. Они получили, получается, уже полмиллиарда, 500 миллионов. Это уже сумма достаточно серьезная. Но и возможности вуза будут другой, это будет настоящий университет. Зауживание нашего названия, аэрокосмический, даже медицинский, культура университета, такого не бывает. Университет должен готовиться философа, естественного испытателя, врача, инженера, электронщика, IT-технолога. Понимаете, вот это настоящий университет. Поэтому в этих университетах будут тогда мощные кафедры общеобразовательные, кафедры иностранного языка, кафедры физического воспитания, кафедры химии, физики и так дальше. Тогда и общий уровень выпускника поднимется, и зарплата поднимется, и ученые будут замотивированы работать на новом оборудовании и двигаться вперед. Геннадий Петрович, ну давайте, коль уж мы с вами заговорили об образовании, давайте, конечно, поговорим о Самарском государственном медицинском университете, ректором которого вы являетесь. Очень много ходит слухов, развейте, пожалуйста, что сокращается с каждым годом количество бюджетных мест. А как обстоит ситуация в ВУЗе вашем? Ну и, собственно, что нового, интересного? Я могу сказать не только наше ВУЗе в плане бюджетных мест. Я поражаюсь, откуда это идет и кому это надо. Ведь у нас страна была, повторяю, 280 миллионов, стало 140, в два раза меньше. А ВУЗов и студентов у нас стало в три почти раза больше. У нас совсем недавно было 7,5 миллионов студентов. Их очень много. Вот в этом году я цифру назову. У нас 12 800 выпускников сейчас в школах в этом году. А мест бюджетных у нас в области почти 11 тысяч. То есть 77 процентов, три четверти, три четверти пойдут на бюджетные места. Если это касается нашего университета, я скажу, мы стали выпускать врачей больше, чем мы выпускали во времена Советского Союза. Мы на первый курс сейчас набираем 1150-1200 человек. Это больше почти в полтора раза, чем было во времена Советского Союза. И хочу сказать, что врачи пока востребованы. Но больше их не надо. Их надо лучше. Все выпускники, в том числе и медицинского ВУЗа, должны быть более качественно подготовлены. К чему мы самую главную задачу сейчас такую ставим. Набирать больше категорически, вот я как ректор скажу, нельзя и не надо. Для области, для ВУЗа, для одного медицинского крупного ВУЗа уже в области становится тесно. А у нас свои клиники собственные. Всего 5 ВУЗов в стране с собственными клиниками. У нас 19 лечебных учреждений являются клиническими, то есть где идет учеба, где идет лечение, где идет занятие наукой. 19 лечебных учреждений. 10 тысяч коек работают на качество подготовки. Больше уже не надо. И преподавателей не хватит, и площадей не хватит. Понимаете, качество нельзя терять. Вот мы сейчас во многих ВУЗах, я смотрю, вчера один отчет смотрел. В ВУЗе государственный прием бюджета 500 человек на первый курс, а они принимают полторы тысячи. То есть тысячи они принимают платных студентов. Но ведь понятно, что качество подготовки этого абитуриента, оно ниже, хотим мы того или не хотим. Исключения бывают. Бывают исключения. Но в целом, когда была вот система оценка еще пятибалльная, мы категорически, мы не принимали ВУЗ с оценками. Средняя оценка, средний аттестат, если меньше 4,5 баллов аттестата, мы не брали. Потому что качество теряем. Вот это самое страшное. Должен помнить каждый ректор, каждый профессор и студент. Студент должен замотивированно идти в ВУЗ. Ведь он в какой ВУЗ он пошел? Это ВУЗ, где люди доверяют врачу все. Самые интимные вещи, самые секретные, самые, понимаете, вот все доверяют. И они этому человеку должны, понимаете, верить. К сожалению, сейчас, я не говорю не про наш ВУЗ, в целом. Вот у меня такое ощущение, что в целом мы с качеством просили. Мы с качеством просили. Я не хочу сказать, например, про выпускника сегодняшнего школы. Плохо. Интернет и возможности источников информации. Десятки, сотни. Он может прочитать все. Но они не читают классику. Они не читают литературу. Они плохо говорят. Вы посмотрите, как они разговаривают. Но просто иногда, вот обидно бывает, вот эти вот фразы, там, они очень иногда красиво звучат, но просто-просто-просто. Порой очень даже неграмотно. Глядий Петрович, очень неграмотно, правильно. Ну, я хочу сказать, что о качестве в Самарском государственном медицинском университете заботится по полной мере. И мне со стороны, как журналисту, которую знаю не понаслышке, хочется поставить высокую оценку. Вот в подтверждение моих слов и ваших, я надеюсь, у нас есть сюжет, который я предлагаю посмотреть именно о качестве обучения ваших студентов. Посмотрим. Внимание на экран. С удовольствием. Здесь традиционно собирается весь актив вуза самых разных уровней. Ректор, проректорский состав, ведущие деканы и, конечно, сами студенты. Ведь, по большому счету, именно на их развитие и становление как ученых и профессионалов ориентированы все усилия руководства. Заверяю вас, что руководство вуза, в том числе, и я, как ректор, обещаю вам, Игорь Леонидович, и все присутствующие, мы будем делать все для вас, повторяю, все, чтобы у вас были все условия для защиты, для движения вперед, для карьерного роста. Учителя и ученики вместе обсуждают наиболее актуальные и значимые вопросы. О процессах, происходящих в научной жизни университета, региона, страны. Проблемы, которые нужно решать в первую очередь, подводятся итоги за учебный год, говорят о победах и новшествах. А их у нас немало. Силами СНО было проведено более 500 мероприятий, в том числе 10 крупных всероссийских конференций. 11 студентов стали победителями конкурса «Умник», пятеро на молодежном форуме «Иволга-2015» получили солидные денежные гранты. Более 200 студентов приняли участие в конференциях всероссийского и международного масштабов. Обязательная часть таких встреч – торжественное награждение активистов студенческого научного общества. Подобные собрания проходят несколько раз в год. Это очень популярное в УЗИ событие, которое вносит немалый вклад в повышение престижа науки среди студентов. Как известно, студенческое научное общество позволяет развиваться студентам в научной сфере. И я собираюсь впоследствии оставаться преподавать на кафедре гистологии и эмбриологии. Поэтому это необходимо мне как будущему работнику университета. Студенты видят, что руководство, начиная с ректора, желает, чтобы студенты занимались и наукой, и учились успешно. Вот именно это сочетание учеба и науки дает нам результат. Они становятся специалистами замечательными, они любят свою работу, они любят свою специальность, и это все решает. Он будет себя посвящать любимому делу. А значит, он будет все делать успешно и с радостью. И от этого пользуйся и ему, получая радость, и людям, которые его окружают. Геннадий Петрович, ну есть что добавить? Я думаю, да. Ну я хотел бы сказать, что я приглашаю всех желающих обучаться в наш Самарский государственный медицинский университет, факультет лечебных дел, терапии, хирургии, там, нервные болезни и так дальше, стоматология, стоматологический факультет, педиатрии, педиатрические детские врачи. Мы, кстати, отличаемся от всех вузов мира, что у нас есть факультеты, есть педиатрии, как наука. Нигде этого нет. И мы сейчас в Самарской области добились того, что детская смертность у нас сейчас соответствует показателям мировым. Это очень высокие показатели. Ну и, конечно, я должен сказать, что до выборов в Дум осталось уже очень мало времени. И мне кажется, что все жители Самарской области должны понять, что от них зависит, кого же мы изберем в Новый Дум. Вот этих 50 человек, которые бы работали с желанием раз, профессионально бы работали два, и с большим желанием помочь людям. Помочь людям. Вот тогда все будет у нас нормально. Это очень серьезная ответственность на всех нас. Я хочу сказать, что губернатор нашей области Николай Иванович Меркушкин, он все делает для того, чтобы жизнь самарских граждан стала лучше. Есть определенные противостояния, противоречия, но этот человек очень искренний. Вот я сегодня процитирую Леонова Сечковальского, бывшего представителя Губернской Думы. Он сегодня сказал, Николай Иванович разбирается во всех вопросах. Он в сельском хозяйстве за небольшой промежуток времени практически сделал революцию. Революция. Все по-другому стало. Он разбирается в деталях в сельском хозяйстве. Также в деталях разбирается в космических делах, в промышленности, в науке, образовании. Я еще раз напомню, что его первый визит в Самарской области был в аэрокосмический университет. Он заехал в аэрокосмический университет и провел там полдня. Понимаете, в итоге вот сейчас этот университет набрал мощь. И я рад за весь этот коллектив, за профессора Шахматова, который возглавляет сейчас этот университет. И всем искренне желаю, чтобы здоровья, во-первых, и чтобы все у нас было в жизни хорошо. В Самарском регионе и в Российской Федерации тоже. Ну, Геннадий Петрович, мы еще раз не прощаемся. У нас еще есть время в программе. Есть. Да, конечно. Я, знаете, хотела вас о чем спросить. Вот сейчас, если многие еще родители, абитуриенты будущей, не успели определиться с выбором будущей профессии, вот какие бы вы специальности посоветовали обратить особое внимание в Самарском государственном медицинском университете? И что нужно на сегодня, чтобы стать успешным врачом, Геннадий Петрович? Ну, я, наверное, с последней части начну. Чтобы стать успешным врачом, надо любить человека, во-первых. Любить человека. Потому что врачи – это не просто ослепительный белый халат, хрустящий, наглаженный. Мы привыкли видеть так и женщин врачей, да и мужчины сейчас все хорошо в этом плане внешне выглядят. Но, дорогие друзья, это же все. Это пот, это кровь, это гной, это запахи, это тяжелые больные. Это очень тяжелая профессия, очень тяжелая. Если человек не любит вот другого человека, если он не умеет сострадать, сопереживать вместе с этим человеком, и не ставить, вот знаете, когда иногда врач говорит, мы с вами вместе должны идти вот по этому пути. И я скажу, что большинство врачей у нас, кто бы, честно, про них что ни говорил, абсолютное большинство врачей – это настоящие врачи. Но если такие вот какие-то, понимаете, суховатые, неумеющие разговаривать, нежелающие разговаривать, это очень плохо. Врач должен быть таким человеком, настроение плохое, в палату заходит, и всем становится даже легче. Он зашел, поговорил, спросил в обед, после обеда, перед выпиской, он должен обязательно с больным поговорить. У нас сейчас это большая в этом плане нехватка. И нам очень нужны сейчас талантливые ребята, талантливые ребята с перспективой совсем, и в лечебном деле, я уже сказал, и в стоматологии, и в педиатрии, и в фармации. Понимаете, сейчас мы создали же в области кластер, мы создали кластер медицинских и фармтехнологий. Может быть, нам на будущее отдельно поговорить об этом позднее. И во главе вот этого кластера стоит Самарский государственный медицинский университет. Это раз, это новость. Второе, приказом министра сейчас созданы кластеры и по горизонтали всех медицинских вузов. Вот в нашем Приволжском округе их 9 медицинских вузов. Вот мы объединили сейчас 8 лечебных учреждений, научных учреждений, и плюс, и 4 вуза. И приказом министра наш вуз назначен вот главой-координатором вот этого медицинского кластера. У него ходят Саратовский госмедуниверситет, Оренбургский госмедуниверситет, Башкирский госмедуниверситет, наш, пензенский. Это как скажется на жизни студентов, Геннадий Петрович? Конечно скажется. Задача создания всех этих кластеров в любом случае, самая главная задача, это улучшить качество, я сказал, улучшить качество. Но не только качество образования, но и качество жизни студентов. Это их быт, это общежитие, это спортивные площадки, это центры питания, это библиотеки. Я недавно был в нашей библиотеке, там работает громадное количество людей, но отличные люди, они так работают. Я всем, я сегодня подписал приказ о повышении зарплаты всем доедино на 5000 рублей. Это, конечно, не рывок какой-то, но все-таки 5000, они такие были радостные, такие вот довольные. А ведь работают они с книгами, у нас их почти миллион экземпляров в библиотеке. Это пыль, их же надо все перенести. 1 сентября за 1-2 дня надо 6500 студентов выдать книги. У нас же все дневное отделение, поэтому это большая, очень тяжелая работа. Но я уверен, что вот создание таких кластеров, как у нас регионального, так вот и объединения медицинских, потому что мы будем совершенствовать учебную, научную и лечебную работу. Наша главная задача вообще в вузах – это учить, лечить и заниматься наукой. Вы знаете, вот твою фразу любимую. Если мы это все делаем хорошо, то в целом выпускник должен быть хорошим. Если у него есть мотивация и желание. Мы, к сожалению, никак не можем жить вот такие школьные. Он был школьником и продолжает им оставаться. 6 лет студентом, потом он в интернатуре год, потом в ординатуре 2 года, потом в аспиратуре. Потом становится кандидатом наук, а все еще ребенок. Вот от этого нам надо уйти. И не заставить себя убедить студента, что он должен мотивированно, он должен учиться. Его не учить должен, он учиться должен. Преподаватель у нас замечательно. Преподаватель у нас почти 800 человек работает. У нас 88% остепененностей в вузе. Это самая высокая остепененность в стране. Среди всех, не только медицинских, среди всех вузов. У нас 160 докторов наук, профессоров работают. Люди высокой квалификации, люди желающие работать, люди умеющие работать. И сейчас, слава богу, ситуация уже изменилась таким образом, что у них есть мотивация. Они стали лучше зарабатывать, у них стали лучше условия работы, и у них желание заниматься наукой. Мы сейчас сделали центр прорывных исследований. Мы открыли первый биомедицинский технопарк у нас в стране, вообще среди всех медицинских вузов. Они оснащены очень хорошо и тот и другой центр. И там делаются такие вот направления, ведут сейчас IT-технологии медицины, другие симуляционные вещи, которые мы сделали у нас в 3D. Вот виртуальный компьютер, который готовит врача. Ведь вот впервые сделать операцию, разрезаться, это одна операция. А через прокол ее сделать, надо на чем-то же тренироваться. Вот мы сделали такой тренажер, 3D-виртуальный хирург, который считается сейчас лучшим отечественным тренажером. Мы, само собой, успешно конкурируем с зарубежными. Так что мы, давайте, я пришлю своих помощников и продолжим эти передачи. Бесконечно можно говорить, и самое главное, какие позитивные, важные, определяющие новости. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в программу. Спасибо за те новости, которые пришли поделиться. Всего хорошего, Геннадий Петрович. 10 секунд, заключительное слово, пожалуйста. Ну, я уже про здоровье сказал, дорогие друзья. Я всем желаю вам здоровья. И чтобы у вас все было в жизни хорошо. И дома, и на работе. А все остальное зависит от нас. Вы должны принимать правильное решение. В том числе и в выборе профессии. Спасибо. 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 Спасибо.